Это крестное. Ну, дальше, опять, как сказать, ну, где-то повезло, где-то не повезло, там были моменты, там, на последней минуте он, Талалуев, прекрасно себе момент создал, и, в общем-то, не смог забить, вратарь выручил, прекрасно сыграл. В итоге результат такой, какой сейчас на того. Спасибо, коллеги, давайте начнем с вопросов. Игорь Владимирович, добрый день, с Вашего разрешения сначала хотел бы зрителей поблагодарить. Я три года сюда езжу, три тысячи здесь и близко не было, они просто обеспечили сумасшедшую поддержку. Нашим зрителям, да, огромное спасибо, да. Просто начнем с простого, точнее. Два, когда счет встал, казалось, что Спартак сейчас переломит ход встречи, и Кунг-Лун там немножко поплыл. Что помешало, как Вы считаете, они что ли стали играть лучше, или спартаковцы подумали, что пока стоит сделать перерыв и немножко силы сэкономить, несколько слов. Вы понимаете, там сразу же был момент, когда шайба отскочила к заседе, да, и он один был перед воротами, и она перевалилась через клюшку. Это был просто стопроцентный момент, там, да, забивается, и, в общем-то, матч уже переворачивается в другую сторону. Здесь не забили. Наверное, у команды противников в связи с этим тоже какой-то эмоциональный всплеск какой-то произошел. Они попытались там сначала вроде пропустили, с точки зрения противников, сначала вроде пропустили, да, и здесь опять руки вроде как опустились, а тут момент, и вратарь выручил, там, и мы не забили, да, и у них какой-то эмоциональный всплеск. А у нас не то, что опять расстройство, но, наверное, здесь и психология, наверное, имеет свою силу там, да, в общем, настолько сложны тут моменты, когда переходит инициатива от одной команды к другой, причины всякие разные бывают. Я вас понял. Почему сегодня не играли Хайрулин и, соответственно, Чудинов? Вот пора. Хайрулин играл вчера в «Химике», вот, мы просто там, они играли с лидерами в высшей хоккейной лиге, там мы победили, в общем, они молодцы. Ну, это просто у нас ротация, у нас достаточно защитников, в общем-то, так, кому-то даем сыграть, кому-то даем отдохнуть. Я вас понял. А по нападающим вот «Ворона» не было в частности сегодня? По той же причине. Я понял, как оцениваете действия марка «Вербы» в молодежном, так скажем, звене? Ну, как обычно, он агрессивный, активный, идет в борьбу, ведет борьбу, да, там, самоотверженно играет. Как оценишь? Хотели вот именно в молодежное звено добавить вот такой агрессии, там, да, но потом уже, когда надо было переходить, в общем-то, что-то менять, перешли на три звена, в общем-то, и попытались сделать звенья из тех игроков, которые лучше сегодня выглядели. Последний мой вопрос. Кунь-Лунь в большинстве игр имеет отрицательный баланс со всеми командами. У Спартака он умудрился три победы одержать. В чем вы считаете проблема в противодействии вот китайской команде? Ну, при мне мы играли два раза, одну выиграли, одну проиграли. Я не знаю, в чем причина прошлых поражений, я и здесь не присутствовал. Все, принято, спасибо. Микрофон, пожалуйста, приветствую. Когда вы пришли, наладилась игра в атаке, ну, и вы говорили о том, что будем перестраивать, в первую очередь мы будем налаживать этот вариант, потом начали налаживать оборону. Вот сейчас все-таки, ну, как вы, опять же, говорили, по этой игре все-таки чувствовалось, наверное, нехватка именно атакующих каких-то действий, каких-то вариантов. Все-таки это ушло от новизны, то, что вы уже довольно долго работаете, игроки, может быть, уже, ну, как бы, не знают, как вытащить из себя то, что вы от них хотите. Или что все-таки Кунь-Луни, мы понимаем, при всем уважении к этой команде, одна из двух, которая потеряла шансы на плей-офф, и как бы априори она, ну, вроде бы, сладкий пирожок, как говорится. Ну, я не могу сказать, что Кунь-Луни сладкий пирожок. Это команда очень приличного уровня, и я думаю, что надо всем к ней относиться с очень большим уважением. А что касается, вот вы говорите, там, атаки и так далее, ну, если мы 45 бросков наносим в створ ворот, ну, мы, наверное, продолжаем атаковать все-таки, наверное, да, в общем-то. Другое дело, что что-то у нас нарушилось с реализацией, да, в общем, мы над этим тоже думаем, мы пытаемся что-то изменить, мы пытаемся более просто где-то даже, может быть, сыграть в атаке, потому что у нас не получаются там красивые розыгрыши там и комбинации, мы пытаемся где-то даже какие-то такие головы, ну, как говорится, мусорные, да, вот, пока нам это не очень удается, ну, что-то ушло, да. И второе, у «ЦСК», ой, у «ЦСК», прошу, у «Спартака» был небольшой запасец, но сейчас очевидно, что вот борьба за восьмую путевку, седьмую-восьмую будет вот между этими тремя командами. Насколько это начинает нервировать все-таки, потому что запас этот действительно потерян, и все, одно очко. Ну, вы знаете, тот запасец, который был там в 3-4 очка, это я не считаю, что это был запасец. Это одна игра удачная, одна неудачная, у противников наоборот, и этот запасец как бы прекращается. Ну, мы как были в борьбе за восьмерку, так мы продолжаем не оставаться, мы боремся за восьмерку, пытаемся там закрепиться и остаться там. Игорь Владимирович, два вопроса у меня. Во-первых, у вас, насколько я видел, в третьем периоде играл соседа, вместо «Принца» с Хохлачевым и Локтионовым. Стоит ли ожидать, что вы, может быть, перед следующим матчем, учитывая необходимость очков, ну, перетасуйте это звено, может быть, какие-то, как раз, заседа ставите, или, может быть, какие-то новые варианты, подумайте для того, чтобы прийти голы пришли. И второй момент, уже не первый раз, вот в последних матчах, Александр Хохлачев, команду «Подводки удалениями» сегодня проявилась, может быть, насколько это вас беспокоит? На первый вопрос, если отвечать, то, в общем-то, звено, которое было первоначально у Локтионов «Принца» Хохлачев, оно и лидирующее звено там, да, в общем-то, и оно много очень игр нам помогало. Но сегодня не очень хорошо шла у них игра, поэтому надо было что-то делать, да, мы второй период проиграли 0-2, надо было что-то менять, мы перешли на игру в три звена, сделали какие-то перестановки, это нормально, да, и они эти перестановки плоды дали. Что мы будем делать на следующую игру, я думаю, что сейчас мне, наверное, сложно сказать, мы, наверное, подумаем, посмотрим, обсудим и так далее. То, что Хохлачев подводит, ну, вы понимаете, это же все происходит от страсти, от стремления, да, в общем, ну, что-то где-то неудачно, да, там удалился, здесь удалился. Что я могу по этому поводу сказать? Он же не понял. Поговорите, может быть, с ним, не знаю. А? Поговорите, не знаю, может быть, с ним что-то. Да мы разговариваем, понимаете, мы разговариваем, вот, на льду свои эмоции, свои страсти, да, он боролся за шайбу, получилось не очень удачно, там, да, удалился. Что тут, что-то можно сказать? У МТВ Доминика, Красная Белая Волна, хочется спросить на тему прошлой игры, которая была с Кундлунием, есть ли какие-то значимые отличия в той, что была на арене Мегаспорте и здесь? А что вы имеете в виду в отличиях? В самой игре? Да нет, в принципе, в общем-то, такая же игра и, в общем-то, там то же самое, там 3-2 счет только был в нашу пользу, там, да, а здесь, наоборот, в пользу противника. Так же противник играет, в общем-то, мы знаем, как они играют, мы знаем, что команда мастеровита, есть как бы их игроки с хорошим мастерством, с хорошим уровнем, да, большинство хорошие у них, да, вот они и показали сегодня, в общем-то, мы под это готовились и в прошлой игре, и в этой игре. В прошлой игре мы на одну больше забили, в этой игре на одну меньше, вот нам двух голов не хватило для победы. В той игре было три гола, мы его играли. Также верно было сегодня подмечено, что при вас Спартак начал играть в более атакующий хоккей, но хромает реализация. Планируете ли вы, возможно, в межсезонье подобрать игроков, которые будут точны в этом компоненте игры? Да, ну, вы знаете, давайте про межсезонье поговорим ближе к межсезонье, наверное, сейчас, наверное, не время пока об этом говорить. Сейчас мы ничего пока изменить не можем, мы ребят настраиваемся, ребятами работаем, вот и все. И также сегодня по ходу игры вы решили попробовать новую комбинацию, заседу со Старченко, что повлияло? Еще раз. Что-то сделать. Заседу со Старченко. Новое звено? Ну, они выходили вместе на лед несколько раз. Ну, возможно. Там игра же, как бы, да, там может быть, что, может быть, пересменок, может быть, кто-то переиграл смену, и там надо было просто выпустить вместо него другого. Я сейчас, на самом деле, точно не помню, такое сочетание, оно как бы не планировалось, да, оно в игре просто могло произойти, наверное, произошло, поэтому. Спасибо. Ну, последний вопрос, наверное, на эмоции. Вот если учитывать результат после двух периодов, 0-2, все-таки одно очко приобретено или два потеряно? Да для нас два потеряно. Коллеги, спасибо за вопрос. Есть у нас вопросы в зуме? Вопросов в зуме нет. Игорь Владимирович, спасибо за комментарии. Спасибо, спасибо. Спасибо.